Добрый день, уважаемые участники и зрители конференции. Тема нашего выступления – дифференциальная диагностика ботулизма. Ботулизм встречается во всех странах мира в виде спорадических случаев или групповых заболеваний. Клинические формы ботулизма включают в себя пищевой ботулизм, раневой ботулизм и ботулизм грудных детей. Цель и задачи. Цель – провести анализ научной литературы с целью выявления характерных особенностей ботулизма, обозначить главные отличительные симптомы заболеваний, которые необходимы для проведения дифференциальной диагностики ботулизма. Задача – провести анализ научной литературы, выявить отличие пищевых токсикоинфекций от ботулизма, провести дифференциальную диагностику с неврологическими заболеваниями, протекающими с параличами, с острым нарушением мозгового кровообращения и с отравлением ядовитыми грибами. С 2000 по 2018 года наблюдается снижение как заболеваемости от ботулизма, так и летальности от ботулизма в Российской Федерации. Статистика по Саратовской области. В 2019 году в области был зарегистрирован один случай ботулизма с одним пострадавшим, а в 2020 году было зарегистрировано два случая ботулизма с двумя пострадавшими. Летальных исходов зарегистрировано не было. Клинические проявления различных форм ботулизма характеризуются развитием ряда синдромов. Это офтальмоплегического, бульбарного, общей мионевропатии, гемодинамических расстройств, синдром интоксикации, гастроинфестинальный синдром и паралитический синдром, ботулизм и пищевая токсикоинфекция. Оба заболевания характеризуются коротким инкубационным периодом и схожестью начальных симптомов. Отличием является то, что для пищевых токсикоинфекций не характерно развитие параличей, являющихся основными симптомами ботулизма и определяющими степень тяжести при этой болезни. При развитии параличей дифференциальная диагностика ботулизма проводится с дерматомиозидом, миостеней и периодическим ботулизмом. Основным отличием миостене от ботулизма является то, что неврологическая симптоматика может развиваться в течение нескольких недель, месяцев и даже лет. Патологическая утомляемость нет в соответствии с локализацией поражения в зоне иннервации двигательных нервов и поражения только некоторых крупных мышц, отсутствие медиаза. Периодический паралич характеризуется развитием параличей мышц конечностей, миологии, артрологии, феноменурии, при отсутствии поражения глазодвигательных мышц, что встречается у всех больных с ботулизмом. Клиника дерматомиозиды характеризуется постепенно прогрессирующей слабостью скелетной и гладкой мускулатуры с нарушением ее двигательной функции. Синдром Гиена-Борре Для синдрома Гиена-Борре характерно развитие офтальмоплегии, мозжечковой таксии, арифлексии в конечностях при наличии подострого начала болезни, предшествующей лихорадки, асимметричных восходящих парасизий. Это не характерно для ботулизма. Острые нарушения мозгового кровооблечения и ботулизм отличаются наличием алимитарного фактора, наличием сосудистых заболеваний в анамнезе, асимметричностью поражения сухожильными рефлексами, мышечным тонусом и порезомимических мышц. Отравление ядовитыми грибами и ботулизм Отравление ядовитыми грибами похоже на пищевую токсикоинфекцию и требует исключения ботулизма. Выраженность гастроинтестинального синдрома, наличие судорог, нарушение сознания, не имеющих места при отравлении бледной поганкой, не характерны для ботулизма. При употреблении в пищу красного мухомора или гриба говорушки, первые признаки отравления появляются уже в течение первого часа. Для больных ботулизма более характерна сухость, слизистая ротовая полость, а не слюна течения, нарушение зрения, являющиеся обязательными симптомами даже при легких формах ботулизма, отсутствие нарушения сознания, судорог, расширение зрачков, а не их сужение. Отравление атропином или биодоной развивается быстро и имеет однотипную симптоматику. В отличие от отравления атропином, биодоной при ботулизме поражаются ядра глазодвигательного и отводящего нервов, что приводит к порезу аккомодации и ограничению движений глазных яблок во все стороны или их полной неподвижности, что отсутствует при отравлении атропином, при которых поражаются только парасимпатические волокна. Синдром верники и ботулизм. Отличием ботулизма является связь заболевания с алюмитарным фактором, симметричное поражение черепно-мозговых нервов, отсутствие амнистического синдрома, абстиненции. Расстройства психики при ботулизме наблюдаются очень редко. Дефтерийный полирадикулоневрит возникает в результате токсического поражения периферических нервов, характерное развитие вялых порезов, ослабление слухожильных рефлексов, расстройство чувствительности и корешковой боли. Распространенный полирадикулоневрит характеризует развитие выраженного пореза мышц шеи, спины, глотки, гортани, грудной клетки, диафрагмы с нарушением функций глотания и дыхания. Больное не может держать голову, сидеть, самостоятельно принять пищу. В заключение хотелось бы сказать, что при проведении дифференциальной диагностики ботулизма с заболеваниями, протекающими со схожей симптоматикой, необходимо ориентироваться на алгоритм клинической диагностики ботулизма, связь заболеваний с приемом пищи, отсутствие лихорадки, прогрессивирующая мышечная слабость, наличие сухости во рту, глазных симптомов, дезортрии и диспроидии. Спасибо за внимание.